Евгений Куевышев напомнил участникам совещания, что ежегодно в ходе бюджетного планирования областное правительство принимает решения, направленные на сбалансированность местных бюджетов. В этом году субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных образований увеличена в 3,6 раза по сравнению с прошлым годом до 4 миллиардов рублей. С 2015 года будет введен резерв по дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности. В следующем году он составит 791 миллион рублей, в 2016 году 823 миллиона рублей. Эти меры позволят оперативно реагировать на самые острые проблемы, возникающие в муниципалитетах Среднего Урала. Получая такую поддержку, муниципалитеты не должны забывать о том, что наполнение местных бюджетов – это прежде всего обязанность местных властей. И эта работа сейчас должна вестись по многим-многим направлениям. Мы сегодня будем в большей части говорить о финансовой дисциплине, о финансовой состоятельности муниципалитетов. Вместе с тем надо думать, и мы вчера более подробно разбирали на президиуме правительства вопросы инвестиционной привлекательности территории, активнее содействовать созданию новых рабочих мест и активнее включаться в процесс решения вопросов потенциальных инвесторов. Только такой путь позволит всем нам наполнить все уровни бюджета и подготовить прочную базу для дальнейшего развития. Сейчас идет работа над бюджетным посланием в 2015 год и следующие три года. Я хочу сегодня услышать от вас, уважаемые главы, ваши предложения, ваши идеи по повышению инвестиционной привлекательности территории, улучшению делового климата, росту малого и среднего бизнеса и появлению новых налогоплательщиков. И, конечно же, борьбе с серыми и теневыми заработными платами, преднамеренным банкротством и по другим важнейшим аспектам, от которых зависит финансовая устойчивость региона и, как следствие, успешная реализация майских указов президента нашей страны. Евгений Куйвышев отметил, что вопрос собираемости налогов имеет большое значение для муниципалитетов Западного управленческого округа Свердловской области. В целом, по округу поступления налоговых и неналоговых доходов в 2013 году, хотя и были выше плановых, но оказались ниже среднеобластного уровня. Прогноз налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в прошлом году не выполнен в трех муниципалитетах управленческого округа – Полевском, Нижних Серегах и Ревде. Среди наиболее эффективно работающих территорий по повышению доходного потенциала – Верхняя Пышма и Бесерть. В то же время есть ряд территорий, слабо использующих свои возможности для пополнения доходной базы как областного, так и местного бюджетов. При этом следует отметить, что резервы по увеличению доходов местных бюджетов в Западном управленческом округе есть. Первое – это ставки земельного налога. Здесь нужно подходить сбалансированно. Мы должны занять такую позицию, при которой и инвесторам, и пользователям земельных ресурсов было выгодно заниматься той деятельностью. Здесь мы не требуем какой-либо шапкозакидательства, либо рубить с плеча. Здесь нужно подходить грамотно и извешенно. Но работать в этом направлении надо. Второе – это недоимка по налогам. За январь-апрель этого года недоимка по налогам увеличилась в Западном округе по сравнению с началом на 29 миллионов рублей, или 12%. Наибольший рост отмечен в Шалинском городском округе и в городском округе Первоуральск. Здесь надо плотнее работать с налоговой инспекцией. Нужно почаще собирать комиссии. Комиссии, если там действительно на том или ином предприятии есть проблемы с реализацией своих планов, нужно активнее включаться и помогать. Еще одним перспективным направлением повышения доходного потенциала местных бюджетов является обеспечение стабильности деятельности крупных предприятий налогоплательщиков. Например, у нас в городе это Северский трубный завод, который является для муниципалитета крупнейшим налогоплательщиком, более чем на треть формирующим бюджет города. Также важно привлечение инвесторов на территорию муниципальных образований, в том числе иностранных. Считаю совершенно неверным, когда вместо поддержки, содействия перспективному проекту, инвестор сталкивается с организационными и административными барьерами. Иногда и с противодействием местных властей. Такая инвестиционная политика нам не нужна, она просто портит имидж региона, портит имидж района или городского округа. Губернатор также заявил о необходимости проведения оптимизации расходов местных бюджетов. Для этого их формирование нужно переводить на программный принцип. Основой бюджетов должны стать муниципальные программы.